Здравствуйте, Анастасия! Сегодня у меня вопрос к вам от Аси. Гайморит. Хронический, лет 15. Обострение каждые 3-4 месяца. Каждый раз делаю проколы плюс антибиотики. После перехода на правильное питание и добавления физнагрузок регулярных, эпизоды стали реже, раз в 6-7 месяцев. Но хотелось бы с ними попрощаться со всем. Сопутствующих заболеваний нет. Из лечения пробовала всё. Исправление носовой перегородки, повышение иммунитета разными методами. Кровь из вены, в попу курцами, забыла название, бактериофаги, всякие УВЧ и другие препараты, соляные пещеры и тому подобное. Огромное спасибо за вопрос. Вот, наверное, все методы лечения, которые вы использовали, использовала в том числе я. Давайте начнём с того, почему возникает гайморит. Это 100% говорит о том, что у вас есть гнилостный воспалительный кишечник. Воспалённый кишечник, да? И из-за того, что у вас как раз таки есть нарушение микрофлоры, микрофлора нарушена, поэтому как только вы чуть-чуть, у вас иммунитет ослаб, либо там ветер подул, у вас из-за дисбаланса микрофлоры начинают идти как раз таки вот эти все нарушения. И здесь нужно, во-первых, на регулярной основе проходить вот как раз вот хорошо, что вы солены вот эти растворы, но это не какой-то маленький курс, а вам нужно как минимум полгода вот следовать чётким рекомендациям. Чтобы восстановить микрофлору, я вот рекомендую как раз таки использовать соль регулярно. Это по 5 кристаллов соли гималайской в день вы рассасываете. То есть покупаете кристаллическую гималайскую соль и рассасываете по 5 кристаллов гималайской соли. Это очень хорошо восстанавливает естественным путём микрофлору. Дальше. Я советую пить горячие ясентуки-17. В ясентуках-17 она очень такая, обладает противовоспалительным свойством. То есть регулярно где-то полтора, ну от литра до полутора можно пить вот ясентуки-17 хотя бы месяц надо пропить. Но не забывайте обязательно пить в том числе и воду. Это тоже будет снимать воспалительный процесс. Полоскание регулярное раствором, например, марганцовки и слабым йодным раствором. То есть это тоже будет убивать вредную микрофлору, восстанавливать баланс. И действительно, чем больше вы физической нагрузкой занимаетесь, закаливание обязательно. То есть лечение не должно быть эпизодическим. Вот вы там чуть-чуть полечились, а потом раз и там бросили. Нужно делать действительно все в комплексе и прям постоянно регулярно. Еще замечательная методика, которая очень вам поможет, это методика лечебного голодания. В которой очень хорошо вот эта гнилостная микрофлора гибнет. Лечебный голод – это запатентованные методики, за которые неоднократно получали Нобелевские премии. Это методы лечения раковых, онкологических процессов. Именно не путайте просто голод. Многие думают, ой, голод – это что-то вредное. Нет, это именно лечебное голодание. Там, где вы 10 дней чистите печень, 10 дней чистите желчный, все ваши внутренние органы, воспалительные процессы. И только после этого вы прочищаете, когда полностью все ваши внутренние органы, вы заходите в процесс лечебного голодания. Где очень хорошо все воспалительные процессы у вас уходят. То есть, проходите вы это лечебное голодание, очень хорошо восстанавливается микрофлора. Вот, кстати, после лечебного голода, во-первых, иммунитет повысится, и микрофлора восстановится. То есть, вам нужно на регулярной основе солевые растворы, ясентуки-17, горячая вода тоже вам очень полезна. Полоскание марганцовка, слабым раствором марганцовки, йодными растворами, слабым йодным раствором уха, горло, носа, носовой полости, солевыми растворами. Это все вы регулярно должны, как минимум, несколько месяцев делать. И закаливание, постоянная работа с иммунитетом. Вы можете, кстати, вот все вот эти методы, они не влияют на улучшение работы печени и желчного пузыря. Возможно, из-за того, что у вас зажатые протоки, воспалительные процессы печени и желчного пузыря, у вас всегда будет провоцироваться процесс. Поэтому важно как раз почистить печень, желчный пузырь. Вот это все на этой процедуре делается. Когда вы это все прочистите, у вас рецидивов станет значительно меньше. Вот так вот. Вы часто говорите про гнилостные и воспалительные процессы в кишечнике. Но если есть такие процессы, наверное, пора уже антибиотики пить? Не знаю, глистов травить? Нет, антибиотики, глисты, нет, ни в коем случае. Все гнилостные и воспалительные процессы лечатся без антибиотиков. Вот у нас есть желчь. Многие даже не знают, зачем нам желчный пузырь. Желчь – это самый мощный, агрессивный дезинфектор. Вообще, это такая очень такая едкая жидкость, агрессивная, антисептическая. То есть желчь, она обладает очень сильным антисептическим эффектом. Намного круче и лучше она обеззараживает весь наш кишечник, чем антибиотики. И если мы регулярно будем следить за тем, насколько хорошо у нас работает желчный пузырь, насколько хорошо у нас он сокращается, нет ли застойных процессов. А для того, чтобы не было застойных процессов, я рекомендую делать тюбаж печени, если нет противопоказаний. Противопоказания – это жировой гепатоз, гемангиомы, кисты. Ну и их можно тоже вылечить и потом делать тюбаж. Вот горячая вода желчь отток улучшает. Вот эти все солевые растворы, она тоже и животные жиры. То есть чем больше животных жиров вы будете кушать, сало, сыр, тем лучше будет работать желчный. Если у вас нормально работает желчный пузырь, не обязательно даже руки иногда мыть. Кто-то там бежит, понятно, что руки обязательно надо мыть. Я не принуждаю не мыть руки, но если у человека хорошо работает желчный пузырь, то никакая зараза у него в организме не останется. Все убьет желчь. Поэтому что нам важно? Восстанавливать естественную работу нашей пищеварительной системы. А как ты думаешь, вот почему она у всех нарушается? Вот у всех проблемы с желчным пузырем. Как думаешь? То есть вы хотите сказать, что если желчный работает нормально, то я могу землю есть и мне ничего не будет? Нет, нет, нет. Вообще-то я тебе задала вопрос. Ну нет, землю точно нет. Если там какие-то обычные микробы, да, там не какие-то вирусные болячки и действительно какие-то вредоносные бактерии, то, конечно, руки надо мыть, землю ни в коем случае. Вадим, ладно, раз не ответили на мой вопрос, отвечу сама. Желчность зажимается. Ну, во-первых, практически половина людей с какими-то загибами, перегибами и перекрутами рождается, к сожалению. То есть это уже врожденные перекруты и загибы. И тоже с помощью этих методик можно опорожнять желчный пузырь. Вот то, что я посоветовала. Это во-первых. А во-вторых, мы все нервничаем. Слышали? Все болезни от нервов. Все болезни от нервов. Так вот, как раз из-за того, что мы нервничаем, у нас как раз-таки блокируется вообще работа всех протоков. То есть у нас все протоки внутренних органов зажимаются. И нарушается работа. Следующий вопрос.